Год тому назад, на такой конференции, глава Лежнекамска Айдар Меша сказал, что есть в принципе случаи, ситуации, когда можно простить человека, но оступилось бывает. Вот вопрос главного муниципалитета, на ваш взгляд, когда можно простить чиновника, когда он оступился, при каких условиях? Можно я на этом, да, так скажем, отвечу, но такой вопрос. Действительно, такие случаи возникают. Вот давайте будем рассматривать такое, что муниципальный служащий много лет работает, заполняет сведения на своих доходах, и вдруг мы выявляем, что он не указал ни на счетов, банковских своих счетов. Ну, естественно, это действительно серьезное нарушение, да? А что за банковский счет? Начинаем выяснять, что это за банковский счет. Это банковский счет, который вносит деньги по уплате за ипотеку. Это серьезное нарушение? Вот как вы считаете? Мы, естественно, конечно, ставим такому муниципальному служащему, что это неправильно, что мы выясняем. Я считаю, что вот здесь вот человек, то есть, выносит туда деньги, свои денежные средства, свои заработные платы, денежные средства для уплаты за ипотеку. На специальный счет. Я считаю, что это вот очень хорошо, что сегодня немножко такая правовая основа меняется у этих, нам будет немножко легче дыхать. Но муниципальные служащие на сегодняшний день не самая высокооплачиваемая заработная плата. Очень, довольно-таки очень напряженная и серьезная работа. И раскидываться контракт тоже, я вам честно скажу, особенно в наших, в районах, маленьких районах, да, не приходится. Конечно, мы к другим вопросам подходим более серьезно. Если человек, например, не указал какие-то доходы или какую-то серьезную покупку, да, естественно, тут совершенно другая наша. Ну, коллеги, на каждый случай же рассматриваться вигуально. Вот у нас, к примеру, по издаче декорации за 18-й год, он не указал, он просто забыл, понимаете? Значит, как самостоятельно же все, небольшой, когда перевозка водки для мотора, а небольшой, значит, да? Ну, тем не менее, он нарушил, значит, закон, нарушил закон. И, безусловно, мы на комиссии его рассматривали, рассматривали, хотя, значит, да, на роде несущественное такое, значит, нарушение, да? Но он нарушил закон. Он нарушил закон. Понимаете, здесь вот всякая рассматривалась. Сегодня у нас в районе 4 вакансий горства, которые уже 3-4 месяцев. Мы не можем подобрать работников. Сегодня непрестижная работа чиновника, поверьте. Это как социальные карты, сколько, да? В первых, зарплаты, значит, низкая. Второй, значит, и требуемый спрос сегодня огромный. Но, как Леонид говорил, самосознание вот масса растет. И чем больше социальных условий в республике, очень много делают в этом плане, тем требования населения совершенно правильные, справедливые, они возрастают. И ввиду ограниченной финансовой ресурсии чиновник, чиновник, да, муниципального уровня, он не в состоянии решить. Вот просто пример. Вот приходит кто-то на прием, да? Вот каждый турник, 9-12 человек приходит. Муниципальная власть, это не власть, которая спяталась за гражданой полицией, под гражданами, под населением. Мы рядом с ними. Приходит на прием. Вот видишь, человек пришел. Кто-то приходит, действительно, там, ну, что-то получить. А кто-то приходит, нужда заставил. Он, прежде чем какие-нибудь прием, он нам два месяца, значит, думал про себя, идти или не идти. Он приходит. И порой, вот, не можешь решить его какую-то небольшую, скромную просьбу, да? Поверьте, очень глубокое неудовлетворение от работы получается. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!